Всем привет! С вами Израиль Инин Гейминг, Александр Кузьмин. И поговорим мы достаточно длительно, но важно это каждому прослушать, вот на какую тему. Итак, существует, потрескивающий микрофон, существует два кардинально противоположных, полярнейших мнения. Первое, то что человека изменить нельзя. Еще обычно говорят, девушку, сука, изменить никак нельзя. Вот какой она получилась, какой она воспиталась, какой характер она получила, ну все мы это, разумеется, формируем максимум до 14 лет. Такой и она на всю дальнейшую жизнь, ну или человек любой другой останется. Вторая точка зрения, человека можно поменять, человек может сам себя поменять, разумеется, свой характер, свои черты, свои привычки и так далее и тому подобное в любом возрасте. Даже будучи старым пердушнем, пердушнем, все получится. А нету, что там такая нейропластичность старости, что ничего не выйдет. Вот каким человек с 14 лет получился, таким и все. Какой точке зрения придерживаюсь я? Ну, судя по тому, раз это видео достаточно длительное, все очевидно. Но главное, о чем мы все-таки поговорим, как поменять свою жизнь. Вот если ты чувствуешь, что настала пора расти в пищевой цепочке, подниматься ввысь по пирамиде Маслова, это видео, в общем, для всех нас с вами. Еще такая ремарочка, я не даю советы, которыми сами не пользуюсь. Не имею, понимаете ли, никакого права. Соответственно, будет только про то, что я сам в своей жизни применил. Либо же применял, а сейчас пауза, несколько месяцев, расскажу почему. Тут у меня, естественно, ничего, кроме обычной бумажки, на которой основные тезисы есть, нет. Поэтому вот, что наговорю, то наговорю. Даже не основные тезисы, а просто. В общем, ладно, давайте, наши какие-то бумажки. Понятно дело, первый важнейший совет. Кстати, все советы будут, помимо того, что мной применимы, так еще и элементарны в плане исполнения. То есть, вам не нужно будет там 50 лет готовиться к этому, этому учиться, чтобы наконец-таки удалось, свершилось. Это будет легчайшее к исполнению, что вот хоть сегодня, через несколько секунд, можно будет действовать. И, соответственно, можно будет меняться. Соответственно, можно будет менять, в том числе, свою жизнь к лучшему. Мы сейчас только про изменения в лучшую сторону. Вот, поехали. Сейчас мы живем, друзья, в такой период, когда одежда стильная, красивая, моднявая, стоит копеечных денег. Копеечных денег. Я говорю сейчас в основном о пале. Опаль не от слова палиться, друзья. То есть, не нужно палиться совсем уж откровенно, когда у тебя там, ну, сами понимаете, там, Ральф, Лорен на всю переднюю часть, логотайп. Это что-то вот как бы не очень. Когда такая вышивочка аккуратненькая, ну, тоже подозрительно достаточно. В общем, сильно не палимся там. У тебя вот недавно как раз-таки Ральф Лорен купил маленький логотипчик. Слева белое поло, там вышито, то есть, там не принт. За копеечки все это стоит. Ну, и Hyugoboss поло. Очень хорошего качества. В общем, сейчас эти китайские рынки все переполнено. Китайские друзья работают. Наши рынки тоже работают. То есть, спокойно на Авито, на Азоне и так далее покупаете. Кстати, видео про обман на Азоне. Не забудьте посмотреть, если еще не. Стоит это вполне себе доступных денег. Соответственно, вы меняете свой внешний облик в лучшую, в лучшую обязательно сторону. От этого вы себя лучше чувствовать. Вы себя лучше ощущать станете. И другие, потому что встречают по одежке, тоже вас будут прям больше любить, скажу так. Главное, чтобы, друзья мои, совсем уж вырыг глаза не было. То есть, если вам некомфортно будет в этой одежке, совсем некомфортно, какие-нибудь там огромных ботиночки, ботфортах, ну, понятное дело, что не стоит их носить. Вы такую одежонку проигнорируете. А когда просто стильно, модно, классно, что вы будете моднявым, таким парнишкой на деревне, обязательно, обязательно нужно. Так нужно. Все. И ваша жизнь, уже вот первый совет, изменится к лучшему. Это все стоит копейки, друзья, копейки. Я вам сейчас говорю про паль. Вот элементарно свой вкус у каждого есть, я уверен. Чувство стиля подключаем и действовать. Потому что стандартная классическая серая одежда, давнее только дома можно ходить. И что, чтобы легонько было, можно там барать, стирать, живешь, ты там, это все сыпется там и так далее. Значит, следующее. Второй аспектик, аспектик изменения жизни к лучшему. Друзья, я вам советую. Не бойтесь этой темы. Это все без рецептов продается. Наотропы и биологически активные добавки, вы биохакером, можно сказать, станете. На почке, на печени. Это не так все сильно и влияет. Не бойтесь внедрять новое. Под всеми этими биологически активными добавками очень хорошо учиться. Это самое главное. Значит, первое, что я вам посоветую. Гриб мицелии желательно. Гриба, потому что она как бы выгоднее будет. Можно и целый гриб найти. Ежовик грибенчатый. Гриб называется. Мицелии перетертые набором риса. То есть выращенный набором риса. Он, на секундочку, ну, чуть ли не схожий с мухармором и с другими там запрещенными грибами. Но запрещены против наркотиков и всего остального. Фу, не вздумайте. А тут просто схожий эффект в части вот влияния на мозги. Но тут в хорошую сторону будет влиять. То есть нейрогенез, нейропластичность будет усиливаться, активироваться. И под этим делом вы будете успокаиваться. У вас чуть лучше будет настроение. И вам легче будет учиться, погружаться в какую-то тему. И в широком смысле учиться. То есть какие-то навыки, какие-то новые увлечения, какие-то новые знания. Ну и звания тоже, соответственно, получать, осваивать. В общем, под ним все легче. Следующее. Если вы чувствуете, что вы разболтан, что вы прям нервозен, успокоиться хотите, тоже без рецепта, пожалуйста. 5-гидрокситриптофан. Ну, по-простому 5-HTP. Тоже загуглите в озоне. Я, может быть, скриншотики покидаю, что я конкретно покупаю. Успокоиться поможет. Плюс там еще дополнительно к этому 5-HTP обычно. Не просто 5-HTP, а там еще витаминки B6 даются. И еще что-то вот в этих капсулах. Частенько любят добавлять потрескивающие микрофоны. Так что, друзья, давайте. Стоит недорого. Грибочек стоит недешево, но попробовать стоит. Там уже, сами поймете, хуйня, не хуйня. Извиняюсь за мат. Не материтесь. Повторяйте за мной. Значит, друзья, вот, следующая добавочка. Это вот, можно сказать, первый ноутроб советская разработка. Первая. Российская, советская. Да, это еще из тех бамбуковых времен. Это глицин. Который поможет и успокоиться одновременно, потому что уйдут лишние мысли из-за этого, и уснуть, потому что лишние мысли уходят, и погрузиться в какую-то тему, тему, понимаете ли, тоже под этим делом хорошо обучаться. Когда вам спокойно, вам легче обучаться. То есть 5-HTP, и глицин, и ежовик прям. А значит, и менять свою жизнь к лучшему. И последнее. Из добавок, если у вас плохой сон, ну, тут понятное дело, что тут мы все понимаем, мелатонин, гормончик, все, чик. Ну, понятное дело, что и ложиться нужно раньше, но это все сложно, это вы потом уже, но главное, что мелатонин за 40 минут до сна, и желательно все-таки как можно раньше ложиться, соответственно, там, раньше, чем вы ложитесь, за 40 минут. Проглотили, запили, и ждите эффекта. Лучше засыпаться, друзья, действительно под ним. Еще раз проверено, на своем опыте лучше засыпается. Следующее. Все. Следующий тезис с улучшением вашей жизни. Как улучшить свою жизнь. Как изменить ее в любом, вот, любому человеку, если вы чувствуете, что пора. Качество своей жизни, вот после моих советов, после исполнения их, это все легко исполняется. Заметно улучшится, друзья. Это, кстати, еще в голову одну пришло. Еда. Я не говорю сейчас про диеты, потому что это уже попозже, про мою жесткую диету, прям жесткую чистку, это попозже. Я просто вам скажу, качество еды, качественная еда стоит недорого, все эти крупы, все это мясо без добавок. Вот что такое чипсы? Это вкус полноценной, качественной еды. Только вкус. Понимаете? А фундамент там дерьмовый. Ну, мука обычная. А вы вот саму эту полноценную еду кушайте. Это первое. А второе, если подешевле, то просто крупы, еще раз, мясо, овощи, фрукты. Ну, в общем, качество вашей еды. Мы это то, что мы едим. Банально будет звучать. Каждая наша клеточка, ну, тоже в таком виде, уж напрямую не воспринимайте, это состоит из того, что мы едим. Если мы едим дерьмо, то и клеточки наши дерьмовые. Уж простите, ну, это так я все упрощенно сказал, но примерно так оно и есть. Но это влияет на все, не только на нашу, внешнюю нашу оболочку, ну, и внутреннюю, на наш характер и так далее. Да, это еда влияет, представляете, на характер. Вот, смотрите, какие полезные способы. Вот вы все запоминаете, не вздумайте ничего прорабатывать, прямо прочувствуйте все, что я говорю. Следующий совет, простейший, вот моментально вы начнете понимать, что что-то с вами стало происходить в лучшую сторону. Пишите и рисуйте левой рукой, старайтесь как можно чаще, друзья, левой рукой, ну, точнее, блин, смешно, а если вы левша, то правой, разумеется, короче, противоположной вашей основной. Понятно? Давайте действовать, это легчайший совет, и вот поможет сразу же. Так, дальше. Наша память, друзья, это решеток, кто бы что ни говорил, наша память, это решеток, то есть, забывается все моментально, поэтому записывайте обязательно все. Вот какой-то систематизированный источник, введите записи, не какие-то бумажки, которыми вы подтираетесь потом, подотретесь потом, выкинете. Кстати, вот, вы бумагу туалетную в мусорку выкидываете, или в унитазы потом смываете, напишите в комментариях, это очень важно, очень важно знать будет всем нам. Соответственно, источник, будь то тетрадочка, ежедневник, блокнотик, обязательно, и желательно, вот если блокнот, он самый все-таки компактный, носить с собой, потому что память наша, это решеток. И из этого, так сказать, следующий вытекает совет, очень важный. Да, все важное нужно записывать, все интересное, и вот то, что я сейчас говорю, вы обязательно записывайте, чтобы потом просто это внедрять, внедрять жизнь. О чтении. Вот я вам говорю, друзья, из видео в видео, можно сказать, это пропагандирую, что, ну, даже если тяжело вам читать, ну, нужно, ну, внедряйте это в свою жизнь, обязательно, не дерьмо, много всякого фуфла, проверенный временем, классика, кто бы что ни говорил, проверено временем. У вас будет развиваться от этого и прокачиваться мозговая деятельность, фантазия, это вот первый плюс классики, а второе, ну, словарный запас, ясное дело. От словарного запаса у вас, в принципе, навыки коммуникации, вот, в любом случае будут увеличиваться, усиляться, прокачиваться, понимаете? Так что, кто бы не хаял классику, она важна. Что я не рекомендую этой книге, извините, но это мой совет, так банально, по саморазвитию, потому что сейчас вот советчиков в части успешного успеха слишком много по саморазвитию, и там сложные даются советы, и вы из-за этого просто как бы испытываете кайф не от внедрения этих советов, а от чтения. О-о-о-о, это игра на мотивации на наших гормонах, на нашей гормональной системе. Игра на мотивации. Это все бесполезно, и особо не развивает это ничего в нас, понимаете? Это просто развивает, что мы читаем, и, ну, там немножко улучшаем настроение, пока читаем. О-о-о, а можно так, а можно так и злость нашу немножко благородную увеличивать. Зато все, что научно, плюс-минус не скучно, всякие нон-фикшн, литература, философия, если только это не низши, потому что, ну, все переводное, как правило, достаточно скучное, и не буду говорить убогое, но не буду говорить убогое. Короче, пустая трата времени. Сейчас книги ведь, как и одежда, очень доступно, вот там даже электронный скачать, но я топлю все-таки, сходите в библиотеку, но это тоже тяжело. Ну, короче, копейки сходят, сходите в обычный магазин, да, там уж не совсем копейки, но сколько бесплатного, действительно, раздают, выдают. Вот я топлю за Авито, там мы с вами и одежду покупаем, там мы и новую одежду, из Китая, всякую, Паль и Непаль, фабричная Китай, там мы покупаем, соответственно, и бушные книги за доступность, наступнейшую, ребята, цену. И вот сразу же, вот мы начинаем читать из первой же буквы прочитанной, понимаешь ли, мы уже развиваемся. И записывать не надо, это будет сильно отвлекать. вначале подчеркиваем, и потом уже после сеанса прочтения, ну, в принципе, будет неплохо записать. То есть, ежедневники, блокноты, все эти записывающие вещи, именно вручную, понятно, не надо записывать, не буду это говорить, что электронные, только можно на улице записывать, когда нет при себе бумажного источника, классического. И то же самое, не только с чтением, ну, и с просмотром видео, прослушиванием, всего остального, потому что, нужно тоже тщательно отбирать, вот сейчас столько всякого, ребята, фуфла, местина, показывают, интересного, я согласен, там, но мы только ловим кайф от этого, и мы не развиваем мы мозги, да, мы улучшаем свое настроение, мы отдыхаем, мы разлениваемся, мы не развиваем мы мозги, вот, от просмотра и прослушивания различных интервью, интервью и шоу, мы просто кайфуем, согласитесь, ничего мы не развиваем, но даже если мы что-то полезное даже из этого вынесли, выписываем, мозг решетов, выписываем, но желательно постепенно переходить на полезный контент в ютубе, не мне вам говорить, что это такое, кстати, самый полезный контент это то, что я сейчас говорю, исторические, философские, психологические, да любая другая наука, запоминаем, записываем, потом к этому, к этим ежедневникам, нашим записулькам, возвращаемся, то есть, главное, это фильтровать, фильтровать, вообще все, что мы имеем, это об этом мы с вами сейчас поговорили, дальше, не открещивайтесь от старого окружения, вот то, что тут фильтровать, не совсем стоит, это наше окружение, да, в прошлом мы были, может быть, в детстве другими, люди меняются, очень сильно, может быть, вы отошли от вашего окружения, но не нужно чураться его и прямо от него избавляться, не стоит сжигать мосты, не стоит срезать ваши корни, ваш фундамент, рушить, друзья, во-первых, находите новое, но про это позже, но не чурайтесь старого окружения вашего, ну, понятное дело, вы можете меньше общаться, но желательно, как чаще, даже, но если вам совсем уж противно, не в моготу, ладно, если вы сменили, мастер жительства, об этом позже, ну, все-таки общайтесь хотя бы через интернет, но я топлю за оффлайн общение, значит, первый под аспект, а второй под аспект, вы не забывайте про старое и находите новое, ну, как вот эти вот все тусовки-то ходить, как вы думаете, мой вам совет, вот чисто как я делаю, через онлайн, так, ну, пока есть время, запишу на звук телефона, потому что нахожусь сейчас уже не дома, а там у нас почему-то не до конца сохранилось, значит, общайтесь, дружите, не бойтесь, в том числе и с вашим же полом в онлайн знакомствах, да, многие будут искать ЛГБТ среди них, но многие, так же, как и мы, будут искать именно дружбу, дружбу, нетворкинг, взаимодействие, не бойтесь этого, и там уже из онлайна потихонечку будете переходить в оффлайн и набивать все больше и больше себе друзей, приятелей, товарищей, спортийцев, и там уже будете и тусовки устраивать совместные и так далее, ну, я думаю, понятно, что жизнь ваша изменится в лучшую, в лучшую, в лучшую сторону, значит, следующий совет, который я сам использую, меняйте город вашего проживания, хотя бы на время, там, понятное дело, что либо учеба, либо работа, либо просто жизненно накопленные средства, не обязательно на всю оставшуюся жизнь переезжать в иной город, достаточно два-три месяца, вот как у меня были такие вылазки, и на год я сваливал и так далее, в начале на три месяца в Москву, допустим, в столицу нашей, но может быть и вашей родины, если вы живете в Москве или в Московской области, советую вам другой город-миллионник, по типу ЕКБ, ну, разумеется, Питер, ну, и что-то в этом роде, там, Пермь, Тюмень, просто тупо, чтобы сменить обстановку, вот, поверьте мне, как только меняется город, меняется обстановка, у вас сразу же меняется жизнь, кардинально, насчет того, вы вывезете ли вы это или нет, я надеюсь, что потянете хотя бы несколько месяцев, нужно закрепиться, там же уже найдете взаимодействие и будучи интересными, компанию, начиная через онлайн, ну, может быть, там и в рабочей, может быть, в учебной сфере, потихоньку, 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 снова, вот, очередной пример, как улучшиться, благодаря чему улучшится ваша жизнь, ну, и уровень жизни, разумеется. Далее, очень важный совет, как стать лучше, научитесь, может быть, прозвучит слишком просто, научитесь ценить и благодарить, в общем-то, за то, то, что у вас имеется. Даже если вы живете в откровенной жупене, у вас все равно будут плюсы в любой ситуации, находите плюсы в любой ситуации, просто мы уже неблагодарны, для нас это является естественным, но чтобы стать более благодарным, так скажем, а вы посмотрите, как живут другие люди, которым гораздо хуже, чем вам, те же самые ультракалеки, или просто там психические, психологические инвалиды, здесь люди, которые, ну, просто не живут, а существование у них, там они на различных аппаратах, поддерживающих их существование, сидят, в том числе приборах медицинских и препаратах медицинских, в общем, есть огромное количество даже среди ваших сверстников, которым гораздо хуже, в чем-то гораздо больше не повезло, да, может быть, не в таком важном, но тем не менее, остальное вы догоните, друзья мои, на это есть ваша воля, сила вашей воли, и, соответственно, вот эти вот концептики, которые я вам сейчас советую, важные, легкие, которые элементарно, внедрить в вашу жизнь вот уже завтра и сегодня и в эту же следующую секунду и все будет готово после просмотра видео до конца, разумеется. Следующее очень важное явление, которое в вашу жизнь улучшит до неузнаваемости, банальнейшее с одной стороны. Гуляйте. Физическая нагрузка любая важна, но самое простое это что? Просто ходьба. Гуляйте максимально быстрым шагом, который вам при этом комфортен. Желательно, чтобы рядом с вами не было никого, то есть абсолютно утешающая такая обстановочка. Ну, будь то поля, леса, парки, если там мало народу, понятное дело, пляжи, ну, берега. в зависимости от того, где вы живете. Вот, поверьте, буквально 20-30 минут вначале произойдет запуск вашего мозга потихонечку, потихонечку так, и далее уже совсем по-другому ваш мозг будет работать. Соответственно, появятся мысли в большом количестве, будут генерироваться, они упорядочатся, и вы будете их частично записывать, ну, не сторонники электронных записывают, поскольку, то можете, в принципе, и в телефон, можете, в принципе, и в блокнот по ходу дела. Из этого вытекает следующий пункт. Записывайте свою жизнь, свои мысли, свои переживания на, собственно говоря, ну, путем голосовых сообщений. А потом это будете все прослушивать, чтобы понять свой голос, как говорится, снаружи. Также можете записывать свою жизнь себя на камеру. Не обязательно это кому-либо показывать, кроме как себе. Вы, как бы, со стороны будете себя наблюдать, и это очень и очень полезно. И, кстати, закрепляет вашу память и улучшает вашу самооценку. И то, что вы, вам нужно запомнить, вы легче так проговаривая и просматривая, потом это запоминаете. А теперь, друзья, снова запись на наш любимый микрофон на наушниках с целью поблагодарить вас за то, что дослушали до конца. Надеюсь, вы на х2 включали скорость. Надеюсь, также, что вы записывали годные советы все, и также уже желаю вам как можно скорее их применять, внедрять в свою жизнь, чтобы прокачивать свою жизнь. Не забывайте, пожалуйста, благодарить меня лайками, комментариями, разумеется, подпиской, но финансовых вливаний я пока не прошу, понятное дело, всем они требуются. Не будем клянчить, как говорится, друг у друга бабки. Вот, пускай благодарность будет именно такая нематериальная отчет лайк, подписка, там, комментарий. Сами знаете, не только про туалетную бумагу, куда вы ее скидываете, ну и делитесь советами, что вам помогло прокачать жизнь у ваших, лучше всего прокачала. Советы, которым я не поделился, вы поделитесь. С вами был Израиль и не гейминг. Далее, в основном, будут такие вот жизненные, прожизненные, интересующие нас сами. Видео, аудио, от игровой тематики потихонечку, ну может только с аспекта заработка на играх, но потихонечку все равно придется, друзья мои, отходить нам всем. Давайте, ноу пацаран, пока-пока.